Приветствую вас, в особенности вашего поведения, значит, кроется потребность, то есть особенностью вашего поведения являются потребности, которые вы пытаетесь реализовать через людей, которые вас цепляют. Потребности могут быть самыми разными, как по маслу, например, потребность в любви, в признании, в значимости, в безопасности, так и потребность может быть в подтверждении определенной мировоззренческой позиции, которая у вас имеется. Потребность может быть связана с определенными чувствами, что являются устойчивыми переживаниями по поводу какого-либо объекта. Зависимость может быть результатом определенной модели поведения в вашей семье. Когда, например, вас либо окружали лаской, заботой и теплом настолько, что вы нуждаетесь в этом чересчур сильно, чересчур много, то есть у вас повышенная потребность в этом, потому что вы не привыкли, как бы, базовый объем желания удовлетворять самостоятельно, за вас это делали другие. И выйдя из своей семьи, вы, значит, соответственно, пытаетесь сделать то же самое. Либо ситуация может складываться и по-другому, когда, например, ваши родные были к вам холодны, и вы постоянно ищете людей, ищете их внимание, нуждаетесь в их активности по отношению к вам, чтобы получить подтверждение от того, что с вами все хорошо, с вами все в порядке. То есть без этого вы чувствуете, что вы не такая, что вы, может быть, пустая, что вы, может быть, неполноценная, что, может быть, с вами что-то не так, что вы в чем-то нуждаетесь, что вам чего-то не хватает без этих людей. А с этими людьми вы, как бы, начинаете жить. Вот. Индикатором подобного процесса, индикаторами подобного процесса, могут служить, естественно, ваши чувства, которые необходимо проанализировать и исследовать в состоянии без человека, любимого, ну, любимого, да, и в состоянии с человеком любимым. Также важны критерии цепляния вас с человеком. Потому что, когда вы говорите, что он что-то делает хорошее для меня, хорошее ведь оценивается вами, то есть что-то вы считаете хорошим, а что-то вы таковым не считаете. Понятно, да? О чем идет речь? То есть, какой-то фильтр, какой-то критерий отбора здесь у вас имеется, и мне кажется, что начинать нужно именно с него, именно с фильтра. Да? Вот. Соответственно, не менее важным индикатором является то, как вы себя чувствуете, или как вы себя почувствуете, или как вы себя почувствовали бы, если бы находились с этим человеком вместе. То есть, как вот вы себя чувствуете, как вы себя ощущаете в этот момент. Вот. И какие, например, ну, для начала, мировоззренческие конструкции мешают вам чувствовать себя так же все время. Как правило, это все-таки недостаток внимания, то есть потребность, потребность во внимании других людей. как правило. Потребность собственной значимости, вот, то есть вы пишете, например, что значит, я постоянно думаю о человеке, еще повода проводить сливочное время, жертвуя своими интересами, постоянно пытаюсь контролировать, где он и как проводит время. Вот, да, то есть это все, значит, во-первых, во-первых, стремление к слиянию, да, стремление к слиянию, это непринятие себя, то есть я не такая, во мне что-то не то. Попытки компенсации, ну, того, что, чего нет у меня за счет других. Ориентация на других людей, что являются производной от стыда. Это стыд, стыд, непринятие себя. Сравнение, сравнение с другими. То есть вас постоянно сравнивали с другими людьми. Постоянно сравнивали с другими людьми, возможно, в мягкой форме. Ну, тут возможные варианты, конечно. Ну и, соответственно, если смотреть на ситуацию через треугольник Карпмана, да, то вы являетесь жертвой, и жертву вы превращаетесь в преследователя, но все это по сути жертвенное поведение. То есть отсутствие ответственности за себя, отсутствие ответственности за свои действия, свои желания, за свои чувства, ну вот, за свою реализацию, опять же, отсутствие личной ответственности, ну и недостаточно, недостаточно зрелости. Плюс я думаю, что вы эмоционально, чувственно, недостаточно развиты. У вас нет хорошего восприятия своих чувств, то есть что означает на чувства, что они значат. Вот. Ну и понятно, понятно, что имеет место быть запреты, запреты родительские, да, различные, то есть ты сама по себе ничего не значишь, ты сама по себе никто, вот, ты должна подчиняться, вот, кто-то такая без меня, вот такие вот предписания родительские у вас есть. Вот. А смотрите, вы пишите, я страдаю, мне постоянно нужно, чтобы он был, чтобы мне писали, и так далее, как будто без его внимания ко мне, меня просто не существует, я себе не ожидаю, начинается депрессия, депрессия, кстати, это заболевание, которое нужно диагностировать врачом, то есть диагностируется врачом, так что давайте не будем на себя, на себя вешать, вешать ярлыки, но, вот там ты делаешь, что вас определяют другие люди, вас определяют другие люди, себя сами вы не определяете, а это значит, что у вас нет собственных желаний, это значит, у вас нет своего хочу, хочу, это значит, что у вас нет четко идентифицированного своего могу, и вследствие этого очень много надо, вы подавляете свои желания, вот, подавляете их в обиду, в боль, в депрессивное состояние, вот, в преследование, и когда появляется что-то, что дает вам возможность чувствовать себя по-другому, вы все свои нереализованные желания начинаете переносить, проецировать на человека, того, который, ну, вот, соответствует вашему образу спасителя, то есть, по сути, другие люди должны вас спасать, ну, это эмоционально не зрелость, эмоционально не зрелость, я бы сказал, что это, знаете, как, психотичная реакция, психотичная модель поведения, то есть, а я постоянно, я постоянно надеюсь в людях, люди меня дополняют, вот, если я бы сказал, что это работа по личностному росту, по изучению себя, по исследованию своих чувств, исследованию своих желаний и так далее, вот, я бы сказал, что вашей семье вам запрещали хотеть, вам запрещали быть свободной, вам не позволяли этого делать, вот, есть вероятность, что вы позволяли слишком много, но она гораздо меньше, когда бы вы себя вели по-другому, вот, ну а так касается интереса ко всему, это связано с вашей жизнью, люди, хобби, развлечения, это все не ваше, это все, как бы, ширма, все потому, что надо, вот, навязчивые мысли, это защитная реакция, то есть, я навязчиво думаю о человеке, потому что, если я не буду думать о человеке, у меня будет просто пустота, я пустоты боюсь, соответственно, я навязчивую мысль, ну и понятно, что навязчивая мысль это запрет, что опять же, родительская фигура здесь, как бы, говорит, что ты должен, ты должна думать обо мне, ну или о ком-то другом, да, без меня пи никто, вот, и запрет на то, чтобы думать о чем-то другом, чтобы стать независимым, вот, в частности, у вас тоже есть определенная выгода, от того, что вы делаете, которая, скажем так, формирует мотивационную сферу вашего поведения, подумайте, какая может быть выгода от того, что вы делаете, то есть я понимаю, что выгода никакой, на первый взгляд, вы страдаете, что вам плохо, и так далее, но, может быть, в глубине души вы считаете, что вы достойны того, чтобы страдать, может быть, в глубине души вы считаете, что вы заслуживаете страдания, Плюс понятно, что в вашей семье не уважались личные границы, то есть не было личных границ, люди не умели их строить, скорее всего, и ваши личные границы тоже не уважались. У вас нет своих личных границ, вы стремитесь к полному слиянию с другим человеком, и у других людей личные границы вы тоже не воспринимаете, и любую границу между собой и людьми вы воспринимаете как что-то негативное, с этим тоже нужно работать. Дальше, так, что ты такое рассказал, как с этим бороться? Понимаете, Наталья, сама постановка вобрелся, бороться, на неправильно, не бороться нужно, не бороться. Нужно наоборот раскрыть это желание, позволить ему вас обнять, что вы хотите, что вам нужно, в чем вы нуждаетесь, и посмотреть, как вы сами можете это сделать. Потому что все, что вы пытаетесь достичь через людей, можно сделать самостоятельно. Ну и, естественно, вы тогда будете куда более привлекательны для партнеров, чем на данный момент. Да? Что делаю я? Вы находитесь в детском состоянии и активно пытаетесь быть счастьющего. Потому что вы не знаете, кто вы, что вы из себя представляете, какая вы, какие у вас ценности и так далее. То есть, своего у вас, по сути, ничего нет. Этим обусловлено то, что, точнее, это обуславливает то, что у вас пропадает интерес к друзьям и так далее. Вот предупреждаю, что если вы будете работать, а вам нужна индивидуальная работа, если вы будете работать над самым, то, скорее всего, и интересы, и хобби, и работа, и, друзья, будут вам это пересмотрены. Не обязательно, что кардинально, но пересмотрены. Потому что все это выбиралось, я так чувствую, не искренне. Вот. Вы вообще боитесь проявлять искренность, как мне думается. Вот. Вот так. И еще я бы сказал, что вы играете в игру, она называется Пни меня. То есть, вы, у вас занижена самооценка, вы не принимаете себя, и вы, значит, как бы тянетесь к людям, но вы хотите, чтобы вас пнули, вы хотите, чтобы вам подтвердили на подставлятельном уровне, вы хотите, чтобы вам подтвердили, что вы никто, что вы ничтожество на самом деле. Потому что так, скорее всего, вы воспринимали вас родители. Вот. Знаете, как красота. Ну, а на глобальном уровне вы считаете, что с вами, с вами что-то не так, и с другими людьми все в порядке. И вы тянетесь к другим людям, потому что с вами что-то не так. Так. Начать я бы предложил именно с того, чтобы определить, почему вы считаете, что с вами что-то не так. Откуда это все взялось? Вот. Ну, то есть, откуда взялось понимание того, что с вами что-то не так. Вот. Любая зависимость, понимаете, это компенсация. То есть, я где-то что-то себе запрещаю, я где-то что-то себе не даю, значит, я буду где-то что-то позволять себе больше на психопатичном уровне. Да? То есть, вот когда вы следите за людьми, когда вы активно ищите встречи, когда вы, так сказать, ну, страдаете с человеком. Это ведь психопатия. То есть, как бы вы получаете внутреннее разрешение, не обращая внимание на правила этики, морали, нормы и так далее. Почему? Потому что до этого накапливается неудовлетворённо. Вот. И вы, для вас это единственный способ выживания. Впрочем, я думаю, и для вас здесь именно тоже. Накопить, 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 потом раз, позволят себе что-то сделать. Накопить, 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 раз, позволят себе что-то сделать. Вот. То есть, всю эту, в общем-то, деструктивную модель поведения, да, нужно менять. А у вас даже, что интересно, в вопросе звучит, как с этим бороться. А борьба это что? Подавление. Да? Вот как бунт. Подавляли, да? Вот так вот, и вы хотите, значит, это подавить. Кто у вас, кто у вас в семье, например, постоянно что-то побаровал, подавлял, подавлял. Подавлялся. Может быть не классно, может быть не вербально, но подавлял. Вот. Соответственно, как с этим бороться вам, да, какие могут быть рекомендации? Ну, во-первых, во-первых, на данный момент, вот, ну, то, что вы сейчас страдаете с человеком. Ага. Пожалуй, можно только исследовать свои желания. Исследовать свои желания, отдельно их выделять и смотреть, как вы можете их удовлетворить. Чтобы вот именно это было не просто, вот, я делаю, потому что надо, а это было именно, что я делаю, о, я делаю то, что хочу, прямо чувствую, да, это вот ничем, ничем не сравнимое такое состояние. Это первое. Второе. Нужно вам прислушиваться, собственно говоря, к этим самым желаниям, да, нужно вам почувствовать свою собственную свободу наедине с собой. И свое благополучие не с тем, да, наедине с собой. Вот. Для этого можно, вот, представить себе ребенка. Вот. Вот просто представьте себе ребенка. Допустим, у вас есть ребенок, да, какой он? Опишите его. Как бы вы провели с ним время? Проводили бы с ним время? Ого. Вот подумайте об этом, об этих вещах. Так, прямо, прямо живо-живо-живо-живо воссоздайте эти аспекты. Вот у вас есть ребенок, как бы вы с ним, какой бы, какой он, этот ребенок? И как бы вы провели с ним время? Вот воссоздайте. Вот это вот вам то, что нужно сделать. Вот. Там есть еще окончание, это не реклама. То есть, ну, я вас не заманиваю, да, к себе на консультацию. Вот. Просто, если я сейчас скажу, это, ну, будет не то. Это будет не то. Вот. Это то, что вам, значит, нужно, можно порекомендовать. Еще я бы порекомендовал подумать, какие чувства вы себе запрещаете. Вот. То есть, какие чувства вызывают у вас сопротивление. Это нельзя. Хочу, но нельзя. Еще бы я порекомендовал подумать, что вы в себе не принимаете. Что вы считаете в себе плохим. И откуда вы это взяли. Ну, то есть, источники. И подвергнуть критике эти источники. Что-то тут надо говорить. А правда ли, что со мной что-то не так? А правда ли это? Вот. Это то, что вы можете сделать сами. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду надо помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.